Футболисты-любители показали национальную игру, причем в прямом смысле этого слова. В Самаре прошел шестой турнир области по мини-футболу «Дружба народов-2016». Его участниками стали представители национальных диаспор, в спортивные ряды стали команды правоохранительных структур и вузов региона. А тех, для кого главная не победа. Анастасия Суботина. В этих соревнованиях всегда побеждают «Дружба», даже если мяч все-таки попал в ворота противника. Казахи, киргизы, татары, украинцы, белорусы. Сегодня их объединила одна на всех любовь к спорту. Более 200 участников, 22 спортивные команды съехали сюда со всех уголков области и даже дальнего зарубежья, чтобы показать хорошую игру. Благодаря этому турниру многие ребята здесь знакомятся, сплочаются и новые коллективы образуются, дружеские. Очень здорово, что в преддверии чемпионата мира, да и вообще последние годы под эгидой правительства Самарской области такие мероприятия проводятся. Мы активно это поддерживаем, участвуем. Правильно вы говорите, национальности много, команд много, игра одна. Турнир «Дружба народов» проходит в Самаре уже в шестой раз. В этом году его участниками стали не только команды национальных диаспор. Погонять мяч решились и представители правоохранительных структур. По другую сторону поля оказались и болельщики «Крыльев». Играли два тайма по 10 минут. Профессионалов здесь нет, только любители. Но и у них есть своя группа поддержки. Это общая семья, большая семья. То есть с кем-то пересекаемся в жизни, в буднях, с кем-то работаем, с кем-то дружим. Без разницы. Национальность – это не главное, как говорится. Главное, чтобы дружим мирный был народ. По итогам соревнований первой стала татарская команда «Идель». Второе место заняли представители УФМС по Самарской области. А замкнула тройку лидеров азербайджанская команда. Анастасия Субботина, Лилия Валеева, Алексей Гриднев. Новости губернии.